Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Включены сюда определенные практические принципы и некоторые духовные опасности. Для того, чтобы переживать мир, вам надо взять ответственность за образ вашего мышления. Филиппийцам 4, 8. Нам надо с вами сфокусироваться на вещах, которые хорошие. Нам надо быть сфокусированными на вещах Господа, а не на делах этого мира. И вам надо взять ответственность за то, что вы думаете. Если вы хотите жить с Богом, если вы хотите переживать сильное хождение в Боге, тогда это ключевой момент, как вы можете научиться это делать. Мы очень часто расслаблены в том, о чем мы думаем. Мы позволяем себе размышлять об очень многих вещах, о которых мы никогда не должны с вами размышлять. Один человек это однажды и так описал мне. Мысли, как птицы. Вы не можете им запретить летать над вашей головой. Но вы можете запретить им строить гнездо в ваших мыслях, в вашей голове. И наши мысли, они как птицы. Да, мысли приходят с разных сторон. Но что вы делаете с этими мыслями? Хватаетесь и держитесь за них? О, да, надо поразмышлять об этом. Или вы осознаете, что такой вид мышления не соответствует тому, что Бог хочет, чтобы вы думали. И тогда вы отрекаетесь от них, выгоняете их вон. Дорогие студенты, это крайне важно. Жизнь ваших мыслей, образ вашего мышления. Держите его чистым. Держите его в безопасности. Держите его в безопасности. Держите, так сказать, огнетушитель при себе, рядышком. И используйте его в направлении своего разума. Не наполняйте свой разум теми вещами, теми мыслями, которые не хороши. А те мысли, которые позитивны и хороши, пусть они возрастают в вашем образе мышления. Это крайне важно в том времени, в котором мы с вами живем. У нас компьютеры, телефоны, реклама, телевидение. Все эти вещи пытаются принести неправильный образ мышления в нашей жизни. Держите фильтр от этого всего на своем телефоне, на своем компьютере, на том, что вы смотрите по телевизору. Я вообще бы посоветовала выкинуть это из дома, телевизоры и все остальное. Тридцать лет назад мы выставили телевизор из нашего дома. Я слабый. Если там что-то показывают, я буду смотреть. Итак, что за решение? Избавиться от него. Писание говорит нам вот что. Если ваш глаз соблазняется, лучше вырвать его вон и лучше таким войти в царство. Если рука ваша берет то, что не должна, отрубить. Я не призываю вас делать то, что я сделал. Но я прошу вас поразмышлять о том, что входит в вашу жизнь, что вы можете остановить. Мы призваны к святости. Мы призваны жить в святую жизнь. И она начинается здесь, в образе мышления. Хорошо? С Божьей помощью. Вы можете перестать реагировать с злостью, раздражением или с саможалостью. Это не обстоятельства и не другие люди, которые влияют на ваше поведение, настроение. Это ваше отношение по отношению к этому всему, к людям или обстоятельствам. Это то, как вы думаете об этом. И притча 25, стих 28. Притча 25, 28 говорит нам, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Вам необходимо брать контроль. Что выходит? Что входит в вас? Что вы позволяете потреблять? Это ваше отношение по отношению ко всему. Если ваше отношение таково, что я не принимаю этих вещей, я не хочу их, тогда вы сможете избегать их, удаляться от них. Если ваше отношение такое, что мне безразлично, тогда вы будете как город без стен. На сегодняшний день есть много хороших книг, веб-сайтов, которые дают практические советы. Какие-то ключевые такие моменты в этих книгах описаны, как иметь хорошие взаимоотношения. Они говорят, что ты должен размышлять позитивно, должен быть гибким, должен практиковать. Должен заниматься спортом, кушать, питаться правильно и спать. Учиться расслабляться. Некоторые из этих советов хороши. Но вам надо уметь различать. Не доверяйте всему, что вы читаете. Используйте Духа Святого для того, чтобы распознавать, что есть хорошо, а что не является таковым. И на сегодняшний день много есть учений New Age, которые сверху, поверхностно, кажутся очень хорошими и толковыми. Но оно основано на языческой идее. Иногда очень новые какие-то терминологии появляются, какие-то ученые высказывания. И тогда люди отодвигают Библию из их жизней. И они заполняют свой духовный вакуум вот такого образа книжками и вещами. Считая это за достаточный уровень духовности. Считая это духовным. Поэтому будьте очень различительны в том, что вы читаете и в том, что вы видите. Различайте. Обучаясь и живя по Писанию принесет вам более ментальные и эмоциональные выигрыши, даст вам больше, чем любое учение New Age или других книг. С другой стороны, избегая этих книг, мы не впадем с вами в видолопоклонство и в язычество. Но мы приблизимся ближе к Создателю Господу, который вдохновил все Писание. Следующее, что мы разберем, это страх и беспокойство. Для нас чаще всего обычно становится размышление из страха, побуждаемое страхом. Мы очень часто беспокоимся о чем-то. И наше размышление направлено в эту сторону. Мы постоянно об этом думаем, о чем-то беспокоясь. И страх — это одно из проявление этих. Но какой, так сказать, приказ, какую заповедь мы очень ясную можем найти в Писании? Не бойся. Это заповедь, это такое указание нам, которое ты можешь найти по всему Писанию, по всей Библии. Вы можете найти его. Очень часто, когда Бог кого-то просит о чем-то в Библии, можно найти о том, что он предупреждает, можно найти эти слова. Не бойся, не устрашайся. Когда Иисус Навин должен был ввести народ израильский в обетованную землю, и даже в те времена мы можем прочитать, что Божий совет был «Не бойся, будь тверд и мужествен». Как это возможно? Как мы можем достичь этого? Мы должны с вами заменить страх на веру. Вера, как детское доверие нашему небесному Отцу. Висая 26, главе 3, Иисая 26, 3 говорит нам, «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Иисая 26, 3. Здесь говорится «Совершенный мир». И еврейская фраза, и на еврите фраза, которая переведена на английский как «Совершенный мир», буквально переводится как «Шаломный шалом», «Мирный мир». «Шалом шалома», «Мир мира». Это относится к тому сверхъестественному шалому миру, который Господь может дать своему человечеству, людям. И те, кто имеют этот мир, получат более совершенный и нераздельный шалом, когда Иешуа вернется второй раз. Заменить страх верой. Но также нам необходимо доверие. Доверять Господу, что Он будет вашим щитом и защитой, вашей крепостью и вашим убежищем. И в Писании очень много мест, говорящих об этом. Мы можем провести не один вечер, а размышляя на них, читая их. Но давайте коснемся нескольких из них и идем к псалмам. Псалом шестьдесят четвертый стих. «Ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага». Это был шестидесятый стих третий, а сейчас идем... А сейчас идем в сто двадцатый псалом, пятый стих. «Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей». Девяностое псалом. Стих два. Говорит Господу, «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю». Это вот то отношение, которое сделало царя Давида мужем по сердцу Божьему. Он полагался на Господа, он позволял Богу быть его крепкой башней, в котором он находил прибежище и силу. И в 22-м псалме царь Давид написал, «Псалом 22,4 говорит нам, «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вот эти слова, которые описывает нам «долина смертной тени». Здесь Давид пытается описать и говорить о том, что даже если вы будете в страшнейшем, в самом ужаснейшем месте на земле, которое только можно представить, «даже если мне придется сквозь такое место пройти», говорит Давид, «я доверяю тебе, я знаю, что ты будешь там со мной, я знаю, что ты будешь вести меня, я знаю, что ты сохранишь меня». Когда у нас с вами такое отношение сердец, когда это становится частью нашего существа, когда это перестает быть просто словами, но становится реальностью в нашей жизни, тогда вы будете способны пройти через долину смертной тени. И у вас все равно будет шалом. У вас будет его мир. Беспокойство. Беспокойство – это часть отклонения от страха, это один из видов страха – беспокойство. И Шуа, повторяясь, говорит, «Не бойся». А что же мы с вами постоянно делаем? Мы боимся. Мы беспокоимся о таком, количестве вещей. А он все еще говорит нам, «Не бойся». Значит, мы непослушные с вами. «Но ты не знаешь, какова моя жизнь». Он знает все. Он способен. Матфея 6, 25-34. «Посему, говорю вам, не заботься для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды?» О чем мы чаще всего с вами беспокоимся? Что мы будем сегодня кушать? И что нам сегодня одеть? Иногда женщины об этом беспокоятся больше, чем мужчины. Но мы беспокоимся, правда? А Ишуа говорит, «Посмотрите на птиц небесных». Не сеют и не жнут. Не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Говорит нам последняя фраза в этом стихе. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? Вообще-то беспокойство укорачивает ваши жизни. Вы умрете гораздо быстрее. Если вы хотите уйти на небо побыстрее, пожалуйста, начните больше беспокоиться. Что вы хотите уйти на небо? И читаем 28 по 30 стих. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Доверяем ли мы Ему? Доверяем ли мы, что Он обеспечит нас? И любым образом, где Он видит лучшее для нас, доверяем ли мы Ему так? И мой зять, один из детей, очень долгий период времени искал работу. И он доверял Господу и молился. И вчера я получил новость о том, что мой зять наконец-то получил очень хорошую работу. Господь помогает. И чтобы вы поняли, что для моего зятя это было достаточно сложно, потому что он не финн, он не знает финского языка, и он сейчас живет в Финляндии, это сложно. И экономическое положение в Финляндии не очень хорошее, то есть тоже сложно найти работы. Но Бог может сделать. Много лет Бог отдавал обеспечение для меня и моей семьи. Мы решили, что Бог нам приглашает мы приняли решение однажды, что мы призваны в служение, что мы готовы пойти туда, куда Господь нас призывает и совершает то служение, которое Он хочет. но никого не было, кто мог бы нас поддерживать финансово. И не было дня, когда у нас не было бы еды или когда у нас не было бы крыши над головой. Господь обеспечил. И, может быть, я вам повторю снова одну старую историю, которую я, может быть, вам рассказывал, но вы простите старика, который повторяется. Приближалось Рождество, и у нас ничего не было. И у нас не было достаточно денег купить еду. И мы не могли позволить себе ни одного подарка нашим детям. И мы молились и спрашивали, Господь, какие планы у Тебя? И где-то за неделю до Рождества я проснулся утром, открыл входную дверь дома, и был такой большой пластиковый пакет на пороге. И я подумал, хорошо, кто-то оставил тут это, открыл его. И внутри была рождественская индейка. То есть у нас была еда уже на Рождество. К счастью, я посмотрел внутрь индейки до того, как мы ее поставили в духовку. Внутри индейки был конвертик. И в конвертике была определенная сумма денег, достаточная, чтобы купить подарки детям. Бог может обеспечить. Он может это сделать этим путем. Он может дать, например, вам работу или любым другим образом. Если вы полагаете свое доверие на Него, это всегда вопрос нашего доверия к Нему. Полагаемся ли мы на Него? После этого местописания он говорит о том, что... После того, как он хочет получить больше твовов, он говорит о том, что он хочет получить больше твовов. И так... Это не в... Думаю, что важно тогда повторить, для кого-то это важно. 28 по 30 стих, ибо об одежде что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе не одевался, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Это правда, правда, в наших жизнях? Мы не полагаемся, мы маловеры. Мы пытаемся сами по себе что-то делать. Мы тяжко стараемся. А Господь продолжает в 31-32 стихе. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И вот здесь ключевой момент. 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его, и это все приложится вам». Что мы видим? Что вы пытаетесь сделать? Построить свое Царство, свое служение, свою карьеру? Что вы строите? Или вы спрашиваете, Господь, что я могу сделать и построить в Твоем Царстве? Беспокойство — это трата времени и энергии. А Создатель обеспечивает все свое создание, каждое. Он делает это абсолютно разными способами. И вы должны распознать, какой у Бога путь для вашей жизни, для вас. И мы с вами не сможем испытывать настоящую веру и настоящий мир без послушания Богу. Его заповеди четко объясняют нам путь, как мы можем получить мир. И мы обратимся к Исаии, 48 главе. Здесь мы видим ответ в Писании Исаия, 48, 18. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». Если бы мы только творили Его волю, если бы мы только следовали Его инструкциям, тогда Он обещает, что Его мир будет течь в нас, как река. Если мы будем послушны и сделаем то, что Он просит от нас, тогда мы достигнем этого мира. И вопрос страха, он заключается не только в эмоциях. Да, страх — это эмоция. Но также страх является кое-чем другим. Когда Писание говорит нам «не бойся, не страшись», это буквально означает вот что. «Иметь уверенность, смелость совершать правильный поступок, даже когда тебя это устрашает, обстоятельства вокруг». Иногда нам не хватает уверенности, смелости совершать правильные поступки. потому что иногда это может выглядеть так, что нам придется совершить кое-что, что другим людям может не понравиться. Понимаете? Понимаете? Иметь смелость и уверенность совершать правильные поступки, даже если вы понимаете, что вам придется пострадать. Некоторые люди не любят слышать правду. И если вы скажете им правду, они перестанут вас любить, вы перестанете им нравиться. И иногда мы боимся конфронтировать с людьми. И вот тут мы и проигрываем. Да, когда вы вступаете в конфронтацию с кем-либо, вы должны это делать правильным образом. Также нам надо не забывать о том, что Отец наш, Господь наш, всегда с нами, где бы мы ни были, куда бы мы ни шли. И Он всегда готов нас обеспечить тем, в чем есть у нас нужда. И Он может дать нам эту смелость и уверенность двигаться вперед. Иисуса Навина, первая глава. «Будь твердым, мужественным и не страшись, потому что Господь Бог твой с тобой». Я не могу не уйти. Господь будет двигаться с вами тогда, когда вы будете следовать за Ним, когда вы будете выполнять то, что Он призывает вас совершать. А второй ключевой момент по поводу мира, иметь мир, это Божий Дух. Настоящий мир в разуме относится к тому, что мы можем прочитать в Римлянам 5 главе, первом стихе. Итак, Римлянам 5.1. Итак, оправдавшись верою, мы имеем шалом с Богом через Господа нашего Ешуа Мессию. Если мы полагаемся на Него, если мы доверяем Ему, мы будем признаны как праведные. Мы должны начать с того, чтобы полностью все было под контролем у Бога. И пытаясь жить жизнь, которую контролируем мы сами, оно принесет только разочарование и смущение. И в 1 Коринфянам 14 главе 33 стихе говорится, потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. И мы уже отмечали, что для того, чтобы принять Дух, нам надо покаяться во всех неправильных поступках, которые мы совершали. И если мы покаемся, то Господь и зальет Свой Дух в нас. Есть два огромных дара от Господа нам прощения и Дух Святой. И давайте прочитаем, что написано в Римлянам 14 главе 17 стихе. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Здесь говорится о том, что праведность, и шалом, и радость мы можем найти в взаимоотношениях со Святым Духом. Римлянам 14, 17. Мы испытываем прощение через то, что Дух Святой совершил в наших жизнях. И это будет направлять нас даже к более большему дару вечной жизни. И мы находим это в Римлянам 6 главе. 23 стих. Римлянам 6, 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная, в Ишуа Мессии Господе нашим». «Надежда вечной жизни, она удаляет страх смерти». И читаем титул первой главе, второй стих читаем. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен». «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Понимание этих вещей делает нас свободными. Нам необходимо Писание, и нам необходимо понимание Писания. Потому что это сделает нас свободными от множества страхов, от множества беспокойства. «Вот в этом наше утешение. Здесь утешение от Духа Святого». И в Галатам 5 главе, 22-23 стих, мы будем дальше это разбирать. Мы увидим другие разные вещи, касающиеся плода Духа Святого. Мы разбирали любовь, радость. Мы разобрали только любовь. Мудрый старец. Значит, мы разберем с вами радость завтра. Но должно было быть так, по порядку, любовь, радость, мир. Мы должны разбирать, относиться очень внимательно вопрос их взаимоотношения мира касательно всех остальных частей плода Духа Святого. Каждая из них помогает совершить эти взаимоотношения и совершить их и сохранить их. Останьтесь со мной еще буквально на минуточку, на две. Также, смотрите, увидьте разницу между плодом Духа Святого и делами плоти. В Галатам 5 главе, 5 глава с 21 стиха. Даже раньше, где-то с 19 стиха, мы можем увидеть целый список дел плоти. И Божий Дух хочет заменить этот плод плоти, эти дела плоти, плодом Духа. И почему Павел часто начинает свои послания словами «Благодати, мир вам от Господа Бога нашего». Например, Галатам 1 глава, по-моему, 3 стих так начинается. «Благодать, благодать вам». Это как приветствие на греческом языке идет. А следующее идет «Мир», «Шалом», как еврейское приветствие. Павел служил и язычникам, и евреям. И он объединял даже приветствие. И у нас должно быть с вами понимание, что Бог хочет нас привести всех вместе. А вместе мы сможем с вами достичь всех этих вещей для Господа. Мы можем помогать друг другу, мы можем ободрять друг друга. Тогда мы будем способны продолжать. Потому что нелегко двигаться одному. Но Бог нам дал друг друга, чтобы мы были способны достичь. Итак, сегодня это все. Увидимся завтра, продолжим завтра.